Здравствуйте! На канале Лабуднанского телевидения программа Архив ЛТВ. В ней я предлагаю вам вспомнить телепередачи, с момента выхода которых прошло уже немало лет, но посмотреть их снова будет интересно. Ведь годы идут, оглянувшись назад, можно освежить память и те или иные события. Сегодня предлагаю фильм «Выбор судьбы». Вышел он в эфир в 2005 году. Конечно же он о нашем городе. Есть в нем легенда о возникновении, история. В основу фильма легли воспоминания коренной жительницы Валентины Александровны Кокшаровой. Валентина Кокшарова Валентина Кокшарова Валентина Кокшарова Валентина Кокшарова Валентина Кокшарова Первым человеком, поселившимся на этом месте, стал старый ханты Пулхаики. И было это больше века назад. У Пулхаики в молодости было семь дочерей. Все они умерли от страшной болезни. Семь сестер-лиственниц заменили ему семью. В свете луны они склоняли в сторону деда свои вершины и что-то шептали. Так дедушка Пулхаики стал отцом и хранителем этих мест. Почему здесь поселился старый ханты? На этот вопрос ответило само время. Ехали по железной дороге сюда геологи, строители и те, кого манил север несметными богатствами этой земли. Ямал раскрывал свою мощь перед молодыми, полными энергии и энтузиазма романтиками. Люди ехали и ехали. Шум поездов, гул вертолетов наполнял воздух атмосферой полной трепетного предчувствия чего-то, что бытвор должно свершиться с помощью рук этих людей, надеждой на светлое будущее. Первые строители для прокладки железной дороги Сейда-Лабутнанги прибыли в 1947 году. Основной поток грузов на Ямал поступал именно по железнодорожной линии. Переоценить значение станции Лабутнанги трудно. Дорогой жизни называли эту стальную магистраль. Год спустя, в 1948 году, местные жители торжественно встретили первый поезд. Полвека назад было построено старое здание железнодорожного вокзала. Прилично, Александр, а каким вокзал был раньше? Это было небольшое здание с маленьким залом, кассой. Люди приезжали, уходили, а утром приходили и уезжали. Построено оно было в 1948 году. Валентина Александровна, а какое это было камень? Это здание было деревянное, Дашенька. Потому что каменных зданий тогда еще не строили. Ведь это было больше 50 лет тому назад. История создания нового здания вокзала уходит корнями в 20 век. Единственный в своем роде он выгодно отличается от других вокзалов страны. Оригинальное комфортное здание из стекла и бетона напоминает всем известный географический символ Ямала – полярный круг. В новом Лабутнанском вокзале разместились два просторных зала ожидания. Кассовый вестибюль, комфортабельное кафе и комната матери и ребенка. Почта и телеграф с кабинами городской и междугородней связи. Торговые павильоны, сервисный центр, установлено видеонаблюдение и спутниковая связь. Поток желающих приобщиться к северной экзотике. Хлебнуть ямальских морозов, просквозиться тундровыми ветрами только увеличивается. Все эти чисто ямальские парадоксы привлекают людей в город. Уже на 80% состоящие из пришлых людей. Полюбивших этот суровый край. В основном населяют лабутнанги люди-приезжие, живущие на две родины. Одна – это там, где остались их корни, а другая – это, собственно, город Семилиственниц. Этот факт рождает парадоксальное своеобразное явление. Девять месяцев зимы, за которую и любят южане север, лабутнанцы живут мечтами об отпуске. А находясь на большой земле, они с нетерпением ждут возвращения на свою малую родину. Этот «Синий экспресс» притягивает взгляды на протяжении двух с половиной тысяч километров пути. Полярная стрела. Гордость лабутнанцев теперь соединяет самую северную железнодорожную станцию с сердцем России. Это теперь в Москву из лабутнанги курсирует фирменный поезд. Это теперь, где те, кто ехал сюда на время, а остался на века, живут в капитальных домах. А раньше ютили семьи молодых специалистов в балках и времянках, оправдывая жизнь в суровых условиях, высокой зарплатой. Работая здесь, молодежь сбивалась в группы по интересам, среди которых всегда находились люди талантливые и одаренные организаторскими способностями. Потребность в клубных объединениях, а затем и в детских учреждениях возрастала. Дашенька, а это первая школа. Она была построена в 1927 году. Почти 80 лет тому назад здесь учились ребята нашего поселка. Там было всего два классных кабинета. Лабутнанцы живут нормальной современной жизнью, хотя север, конечно, остается суровым краем. Мало тепла, долгая зима, короткое лето. Здесь, чтобы не зачахнуть, нужно иметь крепкую физическую закалку, но жить интересно, на полную катушку жизнь. Испытав себя севером, с ним нелегко расстаться. Человек находит здесь полную нагрузку своим силам, не томится вялостью серых будней. Материальная сторона, естественно, играет свою роль, но если ты настоящий труженик, то деньги заработать можно везде. Однако не везде чувствуешь себя таким необходимым, как тут, в маленьком ямальском городке. Отсюда и удовлетворение нормальных человеческих амбиций, ублажение нормального человеческого тщеславия. Здесь сопоставление уникальности природных условий со способностью в них выживать, работать, расти детей и просто жить. Вы видите, Александр, а что было раньше на этом пустыре? А на этом пустыре был Дом культуры. Назывался он Восток. Здесь показывали фильмы по субботам и воскресеньям. Еще приезжали артисты. И мы смотрели концерты. А вечерами приходила молодежь. И танцевали. КОНЕЦ КОНЕЦ Шло время. К Пул Хаики стали приезжать гости. И уже следующей весной в стойбище Лапыт-Нанг потянулись на олених упряжках люди тундры. Они ехали на ярмарку. В те времена это был большой праздник. Люди не только торговали, но и состязались в силе и ловкости. Пели песни, рассказывали сказки, былины. Вскоре рядом с землянкой и старика Пул Хаики появились чумы его сородичей. Жизнь стойбища налаживалась. КОНЕЦ 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 Мог ли догадываться старый Пул Хаики, что его интуиция не подведет? Что его выбор, просочившись сквозь века, станет судьбоносным выбором для десятков тысяч людей? В масштабной акции по освоению ямальских месторождений лабытнангом отвели место стартовой площадки. По железнодорожной ветке сюда свозились все стройматериалы, тяжелая техника, люди, продовольствие. Груз накапливался на причале и уплывал по воде адресатом. Но задолго до этого люди здесь жили по-другому. КОНЕЦ 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 Дашенька, а вот здесь поселок Октябрьский. Его построили больше 50 лет тому назад. Стояли домики одинаковые, а людей привезли из колхоза Илвал. Здесь ферма была звероводческая, были лошади, коровы. Молоко привозили в город наш и продавали там. Но со временем люди разъехались отсюда. И вот эти домики стоят сейчас последние. Все здесь дышит и реальностью. Рядом со старыми ветхими домиками, оставшимися от старожил поселок Октябрьский, расположился современный горнолыжный комплекс. Его комфортабельная гостиница, ресторан, горнолыжный спуск и великолепная природа, окружающая все это, притягивает сюда не только жителей города Семи-Листиниц. Сюда съезжаются любители экстремальных видов спорта, чистого воздуха и здорового образа жизни со всей России. С недавних пор комплекс стали посещать зарубежные гости. Маленький северный город, а точнее его окрестности, медленно, но уверенно становятся туристическим центром. Маленький северный город. Маленький северный город. Лабытнанге похожи на другие ямальские города, созданные на базе поселков, несущие это нелегкое селянское наследство. До сих пор на бетонных плечах города висят деревянные погоны бамовских домов. А кое-где еще дымятся и печурки строительных вагончиков, оборудованных под жильем. Полуновый, полуветхий. Полуродина, полусылка. Старожилы помнят, на каком нерве проходили кардинальные перемены, когда народ бунтовал против изменений. Казалось, любая трансформация жизни маленького заснеженного пространства способна нарушить традиционный размеренный уклад лабытнанцев. Тем не менее, произошедшие перемены, на которые в свое время решиться было очень сложно, теперь радует глаз любого из жителей заполярного города. Дашенька, это самая красивая улица. Называется она улица Гагарина. Раньше здесь строились дощатые дома. Был дощатый тротуар. А сейчас строятся кирпичные дома. Посмотри-ка, как дорожки заасфальтированы. Как у нас красиво в городе. А здесь по улице проходили демонстрации. Люди шли шарами, лозунгами, транспарантами. Редактор субтитров А.Семкин Здесь когда-то стояли ветхие бараки, а сегодня красуются высотные здания. Тут был необжитый пустырь, а сегодня идет грандиозная стройка. В этом месте был небольшой лесок. Сюда дети из окрестных домов бегали за грибами, а сейчас здесь жилой микрорайон. Центральная улица города – это не только дома в капитальном исполнении. Рядом с кирпичом соседствует иван-чай. А пройди чуть дальше, в сторону тундры, и наткнешься на поспевающую бруснику. Редкий житель города не выберет время, чтобы побродить по пригороду и не полюбоваться на багряный эфемерный ковер, вытканный тундрой, в честь дня рождения своего детища, города Лубутнанги. Редактор субтитров А.Семкин Особые чувства и особую привязанность испытывает к этой земле человек, хоть раз оказавшийся здесь. Зимой это пространство, ослепляющее своей нетронутой чистотой, окруженное в темноте полярные ночи с меняющимися неописуемыми красками северного сияния. А летом – океан голубой воды и тундра в белом-морошковом цвете, которая ближе к осени сменяется желтыми ягодами, наполненными соками этой холодной, как лёд, но близкой сердцу земли. Именно здесь устанавливается хрупкая гармония человеческого бытия и жизни северной природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Время и люди превратили селение Лабыт-Нанг в посёлок, а затем и в город. Город, который, может, и не стал городом чьей-то мечты, но городом, населённым мечтателями, он всегда был и по сей день остаётся. Стойбище Лабыт-Нанг стало со временем священным местом не только для ханды, но и для других коренных народов обского края. Заполярная тундра только на первый взгляд казалась суровой и неприступной. Поселившимся здесь людям она давала всё необходимое для жизни. Богатые ягеря-маленьи и угодья, синее море ягоды-голубики, несметные сокровища полноводной реки Обь и богатейшие пушные промыслы. Это то, что сделало это место привлекательным и знаменитым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Калентина Александровна, а что это за здание? Это бывшая детская музыкальная школа. Она поработала здесь свыше 30 лет. В этой школе ребята научились играть на разных инструментах и полюбили музыку. Здесь по-прежнему подрастающему поколению прививают истинные ценности человеческой души и обогащают её произведениями, вошедшими в сокровищницу мировой культуры. Здесь по-прежнему звучит музыка Баха, Моцарта, Чайковского. А 20-й век изменил лишь облик школы и условия обучения. Не каждый город может похвастаться зданием с концертными залами, гримерными, библиотеками, танцклассами и костюмерными. Словом, тем, что необходимо для получения качественного дополнительного образования и приобщения к искусству. Север наложил отпечаток на род занятий людей, поселившихся здесь. Только суровый климат смог подарить рождённым на этой земле силу духа, стремление не только жить, но и побеждать. В условиях современности очень трудно небольшому городку вырастить чемпиона мира, а Лабутнанги имеют для этого все возможности и используют их. Здесь сильные тренеры, прекрасные спортивные залы и сооружения для тренировок. Спортивная лыжная школа – тоже гордость, и не только города, но и страны. Вся Россия знает лабутнанскую спортсменку Альбину Ахатову. Посмотри, Дашенька, какая здесь красивая и хорошая площадка. Здесь по вечерам гуляют горожане, днём бегают ребятишки. Валентина Александровна, а что это за цивное здание? А это красивое здание – жилой дом. А вот посмотри, вот парадное это крыльцо, здесь ЗАГС. Молодые девушки, юноши регистрируют здесь свой брак. А потом получают здесь свидетельство о рождении своих малышей. Субтитры создавал DimaTorzok Тогда, в 70-х годах, в лабутнангах Маш Мендельсона звучал в сельсовете. Субтитры создавал DimaTorzok Как правило, вскоре молодожёны возвращаются сюда в роли новоиспечённых родителей. Каждые 365 дней в году в городе рождаются новые лабутнанцы. В стенах новой больницы, вошедшей в число 40 лучших учреждений здравоохранения России, в год рождаются более 300 малышей. Плач новорождённого ребёнка здесь, кажется, звучит более торжественно и жизнеутверждающе. Как доказательство того, что жизнь на этой суровой, но близкой сердцу Земле, планеты Ямал, продолжается. В этом городе родные и друзья Даже воздух по-другому здесь вдыхаю Лабутнанги по тебе скучаю я Если вдруг куда-то уезжаю Посмотри на небо, там увидишь ты Ярче всех горит полярная звезда Пусть осуществятся все твои мечты Милый город, будь счастливым ты всегда Очень любим город наш родной Мы живём здесь, без сомнения вери Лабутнанги, мы всегда с тобой Откроем вместе Будущие двери В этом городе надо жить Надо жить в этом городе легко и свободно Дышать этим городом во всю грудь Любить всем сердцем Отдавать всю душу без остатка Как отдал себя Лабутнангам старый пуха Благодаря которому есть на карте город с таким названием Есть 30 тысяч людей, которые с гордостью называют себя лабутнанцами Поздними вечерами развался голос старого пухаики Он пел своим лиственницам Давно уже нет на свете и старика ханты Но по сей день живы семь лиственниц И шелестых ветвей под северным ветром продолжает песню людей Которые первыми поселились на этой земле ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА